Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с Вайбрэй, мы продолжаем играть драконы в Садники Волха. У нас с вами первый день месяца июнь, да, из-за этого я получаю 25 миллионов древесины. Так, у нас должно быть сегодня доступно событие, надеюсь так оно и есть, 800 тысяч бревен. Мало, мало конечно же. Так, ну что, начнем наверное по порядку. Так, цветочек во-первых, давай попробуем найти. А вот с цветочками, по-моему, у нас, ребят, получится косяк. 14 дней всего лишь осталось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Да, скорее всего не успею накопить. Так, здесь я отказываюсь и здесь я тоже отказываюсь, не хочу. Так, давай посмотрим события. Ох, ёк, макарёк, ребята, так, понятно. Вот, единственное пока что мне доступно, это угроза охотничья засада. Поэтому сюда мы, наверное, с тобой и отправимся. Ну, а здесь, как ты видишь, еще почти полтора суток нам нужно подождать. Так, ну что, заберем с тобой пак бесплатный. Ну и, естественно, рекламный тоже посмотрим. Монетки Одина, шторморез, душитель, крылатый ужас. Ну и ресурсы, это понятное дело. Так, а теперь еще давай глянем рекламный. Монетки забрали. И здесь у нас кревет, шипорез, кослом дикарь. Отлично. Так, ну что дальше? Посмотрим, что наши драконы принесли нам. Опять сломанный меч. Ничего толкового. Здесь. То же самое, руны. Иди, иди, ищи. Рычит он мне здесь. Так, смотрим. Ого. А что это у нас тут обозначается? Ты готов прокачаться, что ли, а? Ветрокрыл. Получить новый уровень, скорее всего. Нет, это он мне принес. А, мы же его отправляли на поиски, походу, делоруды. Ну-ка. Да, за 250 миллионов древесины. Так, сейчас мы все с тобой заберем здесь. Естественно, сразу же отправим. Так, тебе бы, наверное, обучить сколько? 15 миллионов. Ладно, лети. Кстати, я еще этих обучаю. Критки решил, друзья мои, их прокачать по уровню. Чтобы нам стали доступны новые локации. Так, один пошел. Так, кривоклык тоже полетел. Отлично. Пускай, как говорится, тренируются, да, набираются сил. Так, дикарь, ты куда у нас пойдешь? Давай за рыбой. Этот за дровами. А ты полетишь у меня. Да, пускай опять летит за железом. Так, подожди. Мы, наверное, не будем пока трогать беззубика, потому что я хочу сделать защиту Олуха. Что скажешь? Надо? Надо. Так, а у нас есть такое задание? Вот, поехали. Берем раз, два. Подожди-ка, он у нас... Ага, свободен. Сейчас мы их тут быстренько с тобой накажем. И вот так вот сделаем. Тут у нас даже написано, шанс на победу отличный. Давай посмотрим, насколько это будет отличный шанс. Они у меня уже все титаны практически, поэтому быстро тут сейчас все разметут. Ну что, три, два, один, поехали. Лети, родной мой. Так, что тут за фокусы, я не понял. Смотри, смотри, просто сметает все на своем пути. А раньше они как-то это медленно все делали, а теперь смотри сам. Сейчас быстренько тут запинаем. Вон уже флагманский корабль. Даже все три ключа мы с тобой получили. Прекрасно. И уровень, насколько я помню, у нас с тобой тоже, да, повышается. Именно по защите Олуха. Здесь, чем хорошо, ребята, проходить испытания, что именно здесь, в сундуках, ты можешь получить достаточное количество шестеренок, которые нам нужны на открытие драконов. Так, ну ладно, давай, смотри, какой, видишь, горлопан. Кричит, орет своим ультра... Я не знаю, ультразвуком, что ли. Пасть у него, конечно, нагромедная. Это же, по-моему, громобой, насколько я могу понимать. Так, заберите награды. Конечно, заберу. Раз, два, три. Но здесь не повезло, ребята. Здесь не было шестеренок. Здесь почему-то только рыба и дрова были. А в прошлый раз, когда я защиту делал, мне одни шестеренки там выпадали. Так, ладно, давай мы этого тоже, наверное, отправим за рыбой. Пускай летит. Эти что у нас тут будут делать? Четыре часа. У меня не хватит, да? Древесины нету. Так, пускай летит за рыбой. Тоже лети. Так, а у меня места, наверное, и нету в академке. Я не смогу больше никого прокачивать. Да, нужно расширять академку. Так, беги за рыбой. Здесь у нас, по-моему... Все, тихо, да? Так, ты что там спрятался? Громобойщик, давай иди занимайся. Ну что, вроде бы все. А, конечно же, без зубика надо отправить. Отправить на поиски. Да подожди ты, кто у нас там с тобой на поисках сейчас в данный момент? Сейчас глянем. На очереди у нас стоит, да, страшный. Редкий. Но он очень похож на жутика, который у меня есть. Очень похож. Ну, вроде бы и все, да? Все при делах. Ну, значит, мы с тобой можем спокойненько идти на события. Вот на это. Давай посмотрим, что у нас тут будет. Что вообще тут доступно. События довольно длинные. Долгые, соответственно, да? Охотники заняли позиции по всему Архипелагу. Ударим по ним и нарушим все планы. Это стандарт какой-то у них в диалоге, ребята. Ну, что ж, давай. Я, наверное, команду менять не буду. Оставлю пока прежней. Так, две волны всего лишь. Лаварыги. Ну, с ними мы очень быстро разбираемся в последнее время. Тем более, как ты видишь, здесь 12 уровень. Что это для нас? Да вообще ни о чем. Разберем и пикнуть не успеют. Причем они не очень сильно наносят урон. А вот кто уже будет на второй волне, это другой вопрос. А если еще вот так вот сделать, с понижением брони? Ой, красота. Так, ну что, добьем. Давай здесь вот так сделаем. Кусь-кусь. И дальше ждем от него. Сейчас защиту... Нет, не стал вешать. Я думал поставить защиту. Так, а здесь-то кто? Это кто такой вообще, ребят? Офигеть. Он так светится, как будто у него внутри огонь горит. Да? Ну-ка, на тебе. Да, это вот что-то как-то мы быстро запинали. Вот с этим будут проблемы. Это, видимо, брат этого, ветрокрыла. Он, по крайней мере, похож на него. Давай вот так вот тоже сделаем дебаф на понижение брони. Все, ему, в принципе, труба. Здесь он уже ничего нам не сделает. Ну и не дебили. Ну что же, сейчас еще будем с тобой рулетку крутить. Ну-ка, посмотрим, что нам здесь выпадет. 50 миллионов древесины. Понятно. Ну что, мы с тобой забираем 50 рун. Окей. Лишними они уж точно не будут. Так, и поехали дальше вперед. Слушай, а это событие у нас через сколько заканчивается? Надо было посмотреть по времени. Потому что я вот подсчитываю и со своей работой, я успею его пройти или нет. Тем более оно длинное. То есть за сегодняшнюю серию мы его не осилим. Ну, смотри, как там. Маленькие викинги жарят мясо. Блин, я вообще с удовольствием так бы окорах бы сиял бы, если честно. Блин, я вообще-то хотел сделать понижение брони. Тут все-таки тройные удары, с ними шутить нельзя. Ёк, макарек. Хорошо, что он потратил энергию. Так, добили. Здесь, наверное, сделаем. Да я же... Что за фигня, я не понял. Я хотел вообще-то отхилить команду свою. Плани не срабатывает. Что за бред? Так, ну-ка давай еще разок. Так, понятно, сюда ударим. Вот, все. Чего выпендривался-то, я не пойму я. Сейчас будет фаербол. Получили маленький урон только лишь из-за того, что у него 12 уровень. То есть, сам понимаешь, да? Добили. Так, а, здесь всего одна волна, интересно. И что же нам здесь выпадет? Теперь рыба. Древесина, рыба, да, либо что-нибудь. Либо пак, да, либо... А что-либо? Пак. Ну, могли, конечно, дать бы грушу или прилив сил. Сколько здесь волн? Ну, тут, наверное, две. Да, друзья мои, здесь две волны. Начну я, пожалуй, вот с этого. С громоля. Такой чудесный громоль. Радужный, да, какой-то? Ну, злой гаденыш. Щечки румяные. Такой дружелюбный. А на самом деле ничего подобного. Уничтожит и глазом не моргнет. Мне чем нравятся вот эти вот длинные испытания, что они в меру сложные. То есть, как бы проходятся, я бы сказал, даже... Не то, что в напряг, а с удовольствием. А вот эти вот коротенькие, которые у нас, особенно выживание, то это вообще полный, ребята, трэш какой-то. Полный трэш. Конечно, не понял, мы его не добили. Все, лопнул. Так, здесь у нас змеевики плюс громобой. Естественно, я начну с громобоя. Так, секунду. Вот так лучше, наверное, сделаем. Немножко отхиляемся. Они красные сейчас будут, наверное, кого бомбить. Ага, я понял. Естественно. Штармареза. Кого они еще могут, ребята, бомбить? Еще массовая. Отлично. Так, добьем. Блин, ну мог бы критануть, а. Кривоклык. Ох, как они бьют. Чем-то мне напоминают стального капкана. Сразу о нем вспомнил. Изи. По-другому не скажешь. Ну и-ка. Что и тут? Плод мудрости, друзья мои. Вот это круто. Сразу две штуки. Вот это я понимаю. И мы еще забираем с тобой пак. Отлично. Так, следующий у нас бой будет холостой. Потом опять холостой получается. И только после мы заберем с тобой тысячу тусклого янтаря. Ну, который я сразу же поставлю на переработку. Так, здесь у нас кто? Душитель плюс костолом. Но этот костолом необычный. Это какой-то, ребята, хитренький. Дымодышащий. На. Так, этого нужно перегнать. Что он там? Огнем, наверное, будет? Да, ребята, этот огнеплюй. Наверное, у него нет разбега. Насколько я могу понимать. Этого добьем с тобой? Хмырё наше мелкого. А этот еще усиленную атаку себе сделал? Воу. Вот оно что. Так, я, наверное... А я не успею. Все, тогда делаем... Вот так вот. И вот так. Четыре энергии. Что-нибудь будет делать? Ох ты. Такой неплохой дебаф, ребята, да? Минус броня, плюс еще минус наши навыки. Которым мы с тобой не смогли бы пользоваться. Начнем с этого сгроморога. Давай так сделаем. Опа. Отхилочка и добивочка. Ну что, Костолов? Ты опять за свое. Опять начинает усилить себе атаку. Ай-яй-яй. Прошли. Забираем свои награды. И это у нас опять древесина. 25 миллионов. Еще меньше. Было 50, теперь 25. Так, ну что, ребята, у нас последняя энергия. То есть мы только получим с тобой, да, тусклый янтарь. А все самое вкусное остается на потом. Так, ну что, у нас здесь при хвостине, я смотрю, да? Древоруб при хвостине. Вот он стоит. Начну с него. Атакуем. Так, он на трех, да, на трех энергиях начинает жарить. Да он и так не кисло бомбит. Блин, еще и пониженная броня. Твою дивизию. Естественно, делаем с тобой отхил. И добиваем. Так, ну что, пристиголовые, а? На тебе тоже в ответку. И добили. Вторая волна. Так, здесь у нас скала. И громорог. Ну, я не знаю, наверное. Давай громорога шваркнем по-быренькому как-нибудь, если успеем. Да, в принципе, мы с ним разобрались. Теперь этому не дать возможности накопить энергию, чтобы нас оглушить. Это поможет нам кто? Ну да, в принципе, Кривоклых сейчас повесил на него слепоту. И этот парень уже ничего не сделает против нас. Естественно, он под слепотой, и мы начинаем его накумаривать. Сейчас еще и дебаф повесим. Укус. И следующий ход будет добивочным, судя по всему. Давай. Прекрасно. И... Понятно. Рыба. 50 лямов. Ну что, забираем с тобой тысячу тусклого янтаря. И будем ждать уже следующей серии для того, чтобы, да, пройти это событие. Если даже, ребят, подсчитать, то получается раз. Да? Поединок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ребят, это еще на 2 серии. 10 поединков нужно. А сколько у нас это испытание вообще будет идти по времени? 3 дня еще. Блин, 3 дня и 1 час. Хм. Могу и не успеть. Так, ну что, у нас на арене есть паки? Нету. Давай-ка мы, наверное, с тобой быстренько здесь пробежимся. Набьем паки себе на открытие. Почему будет пустовать у нас тут все, да? Так, ловарык. Дымодышащий и плюс у нас тут еще мелкий вот этот вот злобный змеевик. Вообще-то надо было нам, наверное, с дымодышащего начинать. Что-то немножко я поменял. Поочередность. Сейчас ведь будет... Ну да. Ребят, от присяголовый почти наш уже... Мертвый. Осталось немножко тут у него здоровья. И они его добьют, поверь мне. Этот добьет его. Нашего барсика. Ну, мы тогда в ответку сделаем вот так вот. Это раз. Это два. На втором ходу мы с тобой что? А, мы не сможем, да, повесить на него дебаф? Можем. Ну, тогда все. Тогда ему кранты. Так, он сейчас будет что-то делать. Ну, давай. Естественно. Естественно. Он сразу начинает стакать себе броню. Но это ему не помогло. А здесь у нас скала, громобой и сарделька. Так, начнем, наверное, отсюда. Два красных плюс зелень. Ну, естественно. Красный начинает атаковать фиолетовых. Это понятно. Сделаем понижение брони. Вот и нету громобоя. Теперь будем, наверное, с тобой брать скалу. Сарделька тут выпендривается. Так, дебаф. Это в первую очередь. Оу, кого-то сейчас, по-моему, наверное, барсика не станет. Мне кажется. А, он выжил. Но сарделька, естественно, воспользуется шансом, чтобы его уничтожить. Да, сарделька? Да, естественно. По-другому и быть не могло бы. Так, ладно, сарделька, ты сейчас ответишь за все. Ну, что ты там хрюкаешь, а? Давай-ка, наверное, повесим дебафчик на нее и... Кусать. Что-то она зачастила. Что-то ходит и ходит, ходит и ходит. Ну, все. Пока. Так, а здесь-то у нас кто? Ого, шипорез давненько. Я его не видел. Очень давно он нам не попадался. Поэтому с него и начну, пожалуй. Пристегаловый тут пляшет. Привет. Давай так вот. Будем брать на дебаф. Все-таки шторморез, ребята, классный дракон. Именно тем, что он может массово хилять. Блин, надо было не с тебя начинать. А еще, что он делает офигенный дебаф. Именно по броне, по защите. Это, конечно, круто. С помощью этого дебафа ты сам прекрасно видишь, как мы прогрессируем здесь. С какой скоростью. Плюс, конечно, ребята, кто начинает играть в эту игру, в первую очередь прокачивайте тот самый тотем на попадание, чтобы твои драконы не промахивались. Потому что я как вспомню, когда у нас промахи эти шли, как это меня бесило. И сейчас вот у нас вообще нет ни одного промаха. И все намного круто стало. Просто нам в разы, в разы круче, ребята. Так, секундочку. Что-то он тут не хочет сдаваться. Пока. Ну что, очень хорошо у нас прошли поединки, ребята. Мы с вами заработали два редких пака. Сразу ставим одну на открытие. И получаем пак вождя. За вторым паком я, ребята, не пойду, потому что сейчас есть кое-какие дела, которые я должен успеть сделать. О, Барс и Вепер. Да неужели Барсик хочет у меня получить левелап? Так, ты где у меня родной? Вот он. Чего? Блин, то не тот. Или тот. Какой разряд? 51-й? А какой он вообще у меня имеет? А, друзья мои, 30-й у него уровень. Понятно. Надо будет его прокачивать. Иначе мы не сможем его повысить по уровню. И тогда это будет один, наверное, из топовых драконов, да, у меня. Как же мне хочется... Ох, посмотри, какой классный дракон, ребят. Через один день получат все награды свои. Жаль, жаль, что я не участвую в этом. Ну что, заберем здесь, наверное... Так, руны. И будем закругляться. Да, у нас скоро еще откроется второе событие. Подготовка опрос населения. Хм. Что-то я такого, если честно, не помню. Если это что-то новенькое, это будет круто. Ну что, друзья мои. А на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Подожди. Видосиков до новых. Вот это-то мы с тобой не забрали. А надо посмотреть, что здесь. Древоруб, Крылатый Ужас, Водорез. И все? Да, какие же вы жадные, а? Какие же вы жадные? Так, тысяча тусклого янтаря. Мы его, естественно, переводим. Вот так вот. В блестящий янтарь. Ну, а вот теперь все. Удачи вам. Спасибо. Спасибо.